В Госдуме предложили сократить на два часа время работы женщин в пятницу с сохранением зарплаты. Предполагается, что это позволит представительницам прекрасного пола больше отдыхать на фоне нагрузок в виде домашних дел, на что уходит до шести часов в день. Что думают по этому поводу, тверичане, узнал наш корреспондент. Женский труд остается недостаточно видимым для экономики, потому что во многом находится за рамками рыночных отношений. Так говорится в обращении, отправленном в Министерство труда народными избранниками. В том числе поэтому депутаты выступили с предложением сократить женщинам рабочий день в пятницу на два часа. Сами женщины в основном только поддерживают такое предложение. Абсолютно согласна. У женщины такая нагрузка, и эти два часа не помешали бы. Было бы желательно, да, чтобы женщин вожали и на два часа сократили день рабочий. Это только не на моей профессии, чтобы сокращать. Я работаю на фабрике мороженое делаю. То есть мы рано не уходим. Неплохо. Для женщин, наверное, всегда это главное. Всегда времени не хватает? Конечно. Мне нравится эта идея в связи с тем, что все-таки женщины и девушки выполняют большое количество домашней работы, которая тоже работа. И это дополнительное время, силы, время дополнительного отдыха, или время, чтобы эти дела совершать, оно очень нужно для женщин. В обращении указано, что сокращение рабочего дня в пятницу может стать обязательным для бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих. Для частных компаний эта мера будет носить рекомендательный характер. Поэтому уже сейчас понятно, что даже в случае принятия коснется она далеко не всех женщин. Елизавета, самозанятая, работает психологом. Инициативу девушка поддерживает. Но ее она явно не затронет. Потому что я сама устраиваю свое время. Я сама определяю время отдыха. Мой график никак не зависит от какого-то официального рабочего времени. Но здесь есть свои минусы. Мне очень приходится чаще всего работать тогда, когда многие закончили работать. То есть вечер и выходные дни праздники. Однако примерно каждый третий мужчина против сокращенной пятницы только для женщин. У нас равенство. Так что если делать, то все. Тем не менее, есть и те, кто поддерживает сокращение рабочего дня для женщин. Женщинам надо сократить. Мужчинам не надо сокращать. Потому что в первую очередь мужчина добытчик, а женщина должна заниматься очагом дома. Поэтому сокращать. В принципе, неплохо. Пусть женщины меньше работают. Благо, наверное. Больше времени будет на семье оставаться, на хозяйстве. Так что я за, да. Я считаю полезной инициативой. Дел по дому много, поэтому требуется пораньше выходить. Ну а вы маме помогаете? Конечно. Отметим, что в России неоднократно предлагали сократить рабочую неделю для женщин. В 2021 году в Совете Федерации выдвигали идею о дополнительном выходном для россиянок с детьми. Осенью 2023 года депутаты одной из фракций подготовили законопроект о сокращении рабочего времени для женщин, имеющих двух и более несовершеннолетних детей. Депутаты предложили установить для матерей двух детей не более 39 рабочих часов в неделю и сохранить заработную плату. Будет ли принята новая инициатива народных избранников, покажет время.